Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Более 260 участников из России, Казахстана и Китая в регионе проходит крупнейшая зерновая конференция. Страдают тяжелой генетической патологией в Международный день редких заболеваний о семье, в которой воспитывается особенный ребенок. Конфликт между ТСЖ и жителями одной из улиц Ганьбы перерос в судебную плоскость. Расскажем, на чью сторону перешел суд. Начнем выпуск с важного международного события, которое сейчас проходит в нашем крае. В Белокурихе идет 17-я зимняя зерновая конференция. На нее прибыли более 260 участников из России, Казахстана и Китая. В течение трех дней они будут обсуждать развитие экономики страны в 2024 году, подведут итоги зернового года за 2023 в России и Сибири, оценят экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции и развитие внутренних рынков. Зерновая конференция традиционно проходит в нашем регионе, и тому есть причина. Несмотря на непростые климатические условия, сложности в логистике и экономике, Алтайский край остается одним из аграрных лидеров страны. Только за 2023 год в нашем регионе произвели более 4,5 миллионов тонн зерна. Край увеличил экспорт, поставив продукцию в 57 стран мира и сохранил статус гречневой столицы России. К 2030 году уровень бедности в России намерены снизить до 7%, а в многодетных семьях – до 12%. Такое заявление сделал сегодня президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Как его оценили известные представители нашего региона, смотрите в сюжете. В России запускают новый национальный проект «Семья». Об этом заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Проект затронет тему демографии. Так, в 39 регионов страны с коэффициентом рождаемости ниже среднероссийского уровня направят 75 миллиардов рублей. А еще в России усилят борьбу с бедностью, особенно в многодетных семьях. Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны. А среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решениям, к их достижениям. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%. А среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. В своем послании Владимир Путин затронул все возраста. Так скоро появится на спроект «Продолжительная и активная жизнь», чтобы увеличить продолжительность жизни до 80 лет. Еще один посвятят молодежи. Президент касался вопросов здоровья россиян, трудоустройства, оплаты труда, инфраструктуры. Эксперты подчеркивают, послание было емким и проработанным. Вот этот план действий, он был собран из встречи Владимира Владимировича с людьми, с трудовыми коллективами, с бизнес-сообществом, предпринимателями, участниками специальной военной операции, членами семьи, молодежью. И вот все мы стали участниками и создателями этой программы развития страны, плана Путина на ближайшие годы. Большая часть выступления касалась внутренней политики. Отдельное внимание президент уделил вопросам образования и воспитания, подчеркнув важность работы с подрастающим поколением. Это коснулось тем капитального ремонта школ, возможности пересдачи ЭГЭ до конца приемной кампании, финансовой поддержки школьных советников. Владимир Путин обошел и внешнюю политику, обозначив скорую демонстрацию нового ракетного комплекса и всеобщую поддержку бойцов СВО. В условиях специальной военной операции вся страна, жители всех регионов объединены вокруг Владимира Владимировича Путина, вокруг нашего лидера, нашего главнокомандующего, поддерживают бойцов специальной военной операции, поддерживают членов их семей. По оценке экспертов, тезис и послания могут войти в предвыборную программу Владимира Путина. Задачами, обозначенными президентом, вскоре займутся обе ветви власти. Так, депутаты Госдумы в ближайшее время обсудят послания Путина, чтобы вписать тезисы в законодательные инициативы. Анастасия Дороган, День с толком. Конфликты в общественном транспорте участились в Барнауле. Так, за последние два дня в словесной перепалке неоднократно сходились между собой пассажиры. В одном случае разногласия между пассажиром и кондуктором переросло даже в драку. К ситуации подключились правоохранительные органы. Один из инцидентов произошел в трамвае номер пять. Мужчина оскорблял двух девушек за то, что они якобы громко разговаривали. Благо здесь все обошлось словесной перепалкой, что не скажешь о другом происшествии снова в трамвае. На видео слышно, как молодой человек сначала ругается матом, а после наносит многочисленные удары кондуктору. Последний пытается отбиться и выпроводить агрессивного пассажира на улицу. Этим происшествием заинтересовались правоохранители. Мужчину, который наносил побои, они задержали и составили в отношении него административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Пьяному водителю, сбившему людей на остановке в Новоалтайске, вынесли приговор. Напомним, серьезное ДТП произошло в марте 2023 года около садоводства «Надежда». Мужчина с 1974 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Женщину с 1983 года рождения госпитализировали в больницу. Виновники происшествия два приятеля скрылись с места ДТП, не оказав помощи пострадавшим. Сидевшего за рулем приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму в 2 миллиона рублей. Осужденный свою вину признал и раскаялся в содеянном. Защита учителей от оскорблений, экзамены для охотников и новшества в региональном материнском капитале. Сегодня эти и другие вопросы рассматривали краевые депутаты на очередной сессии регионального парламента. О принятых изменениях подробнее расскажет Данил Кузнецов. Сколько за это время у нас уйдет из жизни тех детей войны? У нас в Алтайском крае около 80 тысяч осталось. Каждый год 5-10 тысяч этих людей уходят, к сожалению, из жизни. А мы пытаемся оттягивать. Это обращение у нас готовилось на одну страничку. Оно готовилось с октября, наверное, прошлого года, да, примерно. Такую бурную реакцию на февральской сессии вызвало, казалось бы, простое обращение АКЗС к федеральным коллегам о необходимости установления единого понятия «дети войны». В регионах до сих пор разные критерии для того, чтобы попасть в эту группу. Антон Арцебашев предложил дополнить обращение прямо на сессии. Однако ему отказали. И это вызвало разногласия среди других депутатов. Зато по другому обращению о лицензировании деятельности частных интернатов депутаты во мне не сошлись. Проблема обстоит остро в связи с тем, что некоторые недобросовестные предприниматели держат людей в ужасных условиях. Они знали, что придет прокурорская проверка, и у них не было никаких продуктов, кроме восьми упаковок почерневшего куриного фарша. У них не было одежды. Прокурор спрашивает, гулять вы их выводите? Да, выводим. Где одежда? Где шкафчики? Где они хранят вещи? Под подушкой. Другое важное решение – изменение законопроекта о региональном материнском капитале. Значит, что мы можем? Могут потратить наши получатели нашего регионального материала на реконструкцию домов блокированной постройки. Раньше этого мы не могли иметь. Также могут потратить, не могут потратить, а остаток капитала, который есть, материнского капитала, он будет индексироваться. Материнский капитал могут получить только те дети, которые рождены уже на территории Алтайского края. Ряд изменений коснулся сферы образования. Во-первых, теперь участники, герои СВО, а также члены их семей имеют привилегированное право на поступление в колледжи и техникумы. Эта мера действует и в отношении детей-медиков, которые скончались от коронавируса. А договор с Росгвардией и вовсе ныне относится к индивидуальным достижениям при поступлении в учебное заведение. Также закон коснулся педагогов. Их документ защищает от оскорблений и любых форм насилия. Мы показываем, что мы готовы защищать данные права юридических работников и готовы в случае необходимости приходить на помощь, в том числе оказывая бесплатную юридическую помощь. Я думаю, что после того, как мы это право расширим и конкретизируем, таких возможностей у педработников появится больше. Ну а соответственно, возможно, что и эта норма, она заработает более активно. Последний важный блок вопросов коснулся природы. Теперь охотники перед получением билета должны будут сдать определенный тест. Помимо ограничений и сроков отстрела животных, нужно знать и некоторые особенности. Первое – это, безусловно, техника безопасности. Это знание оружия, значит, других орудий. Следующее – безусловно, знание биологических основ животных, птиц. То есть у нас есть охотники, которые селезнь от утки не отличают. Кроме того, депутаты написали обращение в Минприроды с инициативой включить ветровальные деревья в число недревесных лесных ресурсов. Это позволит жителям использовать их бесплатно. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Две семьи Алтайского края столкнулись с редкой в мире болезнью. Их дети страдают тяжелой генетической патологией, неравномерным распределением кальция и фосфора в организме. Сегодня, в Международный день редких заболеваний, наша съемочная группа встретилась с одной из семей и узнала, какая терапия положена нуждающимся. Вязаная игрушка – символ поддержки для тех, кто борется с болезнью, а тех, кто также не сдается перед болезнью. Светлана сейчас помогает больным с неизлечимыми заболеваниями. Она сама столкнулась с этой бедой. У ее дочери гипофосфатазия. Дочь родилась вполне нормальным ребенком, но дальше начались, конечно, проблемы. Проявления такие – это изрыкивания, арахитоподобные проявления. И потом, спустя через полгода, мы постоянно с хождениями по больницам. Диагноз девушки поставили в два года в Московском центре детского здоровья. Гипофосфатазия проявляется у человека, если оба его родителя носители сломанного гена. Маргарита пережила это в детстве. Хрупкость костей, головные боли, трудности с дыханием. Лучше стало с началом терапии. Когда начали терапию, то, в общем, все восстановилось. Вот сейчас, как все увидели. Единственное, что сколиоз в третьей степени. Вот в основном остальное все хорошо у нас. Иногда хожу в бассейн и занимаюсь ежедневной ЛФК. Я учусь в промышленно-экономическом колледже на товароведоэксперте. Сейчас она почти восстановила здоровье, но по-прежнему нуждается в постоянной поддержке лечебными препаратами. Аруфанные заболевания – это хронические, неизлечимые заболевания. То есть их можно только поддерживать в постоянной терапии. Ну, хотя, что касается наших гипофизарных инонистов, которых страдает только рост, они доращиваются до социально приемливого роста. И, в общем-то, терапия практически прекращается. Теперь семья может столкнуться с другой проблемой. Раньше через фонд «Круг добра» они получали лекарственную поддержку. Но эта программа действует до достижения больным 19 лет. А дальше – неизвестность. В данный момент сегодня будет тоже происходить форум арфанный. И с чиновниками все это происходит. Разговоры не один год ведутся. Так что в большой надежде, что что-то придумают, какую-нибудь программу. Очень надеемся. Это препараты высокомедицинских технологий, высокотехнологичные, поэтому они и дорогие. Вот та же фосфатаза альфа, который лечит маргариту, это фермент, которого не хватает в организме ребенка, которого нет. В Центре охраны материнства и детства гордятся успехами в помощи людям с другим неизлечимым заболеванием – гипофизарным нанизмом, от которого человек не может набрать нормальный для своего возраста рост. Это шприц-ручки. Наши дети лечатся инъекционно. Каждый день ставится подкожная инъекция гормона роста. Сегодня медики оказывают любую возможную поддержку тем, кто обращается, даже если вылечить человека навсегда невозможно. Однако много тех, кто не знает о существовании помощи и никак не борется с редкой болезнью. Таких людей даже нет в статистике. Чтобы каждый мог воспользоваться своим правом на долгую счастливую жизнь, нужно не только просвещение, но и меры по расширению производства дорогих лекарств, говорят врачи. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Конфликт между Барнаульским ТСЖ и жителями одной из его улиц перерос в судебную плоскость. На днях в Ленинском районном суде Барнаула рассматривали иск от проживающих по Вишневой в селе Ганьба к товариществу собственников жилья, которое как раз хочет исключить из ТСЖ несносную улицу. Примечательно, что весь процесс уложился в одно заседание. На чью сторону встал суд и почему даже после его вердикта в споре рано ставить точку. История о конфликте одной из улиц Ганьбы с ТСЖ земляне дошла до Ленинского районного суда. Напомним, всю Вишневую хотят исключить из товарищества, якобы из-за долгов. Однако жители считают, что это месть за конфликт, который развязался вокруг качества и дефицита воды на спорной улице. ТСЖ настаивает на изгнании Вишневой путем коллективного голосования, но их аргумент в суде сочли неубедительным. Люди приходили с доверенностями от других жителей нашего ТСЖ. Вместе с тем доверенности не были правильно оформлены, они были полностью не заполнены. И более того, люди, которые якобы доверяли свои голоса для принятия решений, в принципе не были знакомы даже с бюллетнями голосования. Этот момент руководство ТСЖ учло и наняло профессионального юриста для организации кворума без ошибок. Он должен состояться в марте. На нем будут обсуждать новый устав, где улицы Вишневой нет. На то, чтобы изменить устав, нужно две трети кворума. Это не 50 плюс один голос. Это большее количество голосов. Посмотрим, что люди по этому поводу думают. Потому что про башню тоже, про передачу башни в муниципалитет писали очень много. Писали, что все согласны. В итоге вот в этом же собрании, которое сейчас оспаривается, большинство проголосовали против. Кстати, водонапорная башня и трубы – это еще один спорный вопрос. Его стороны не могут решить еще с августа. По словам представителя ТСЖ, жители Вишневой хотят определения четких тарифов на воду. Они требуют установить тарифы. В данный момент существует два противоположных указания. В данный момент мы написали заявление в вышестоящий орган, то есть прокуратура Алтайского края. Вот что она сейчас ответит, то и будем делать. Слышали, как адвокат повернула, что это улица Вишневая и требует установку счетчиков? А мы не требуем никаких счетчиков. Мы их будем требовать только в том случае, если у нас будет хорошая вода и будет водоканал. По итогам заседания суд встал на сторону проживающих на Вишневой и признал августовское голосование об исключении улицы недействительным. Но в ходе процесса они осознали – в ситуации не поставлена точка. Ведь вопрос об их исключении снова может быть поднят. Что касается тарифов на воду, остается ждать решения прокуратуры. А пока люди говорят, что готовы снова и снова встречаться на судебной скамье, опротестовывая каждое несправедливое на их взгляд решение ТСЖ. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Чемпионат Сибири по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стартовал сегодня в Бийске. На открытие побывала и наша съемочная группа. Брас, бутерфляй, вольный стиль, плавание на спине. Дистанция от 50 до 400 метров. Каждый спортсмен имеет право стартовать в неограниченном количестве видов программ. Возраст пловцов тоже не ограничен. На старт выходят как подростки, так и спортсмены старше 50. Чемпионат Сибири по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проводят в Бийске уже второй год. И это не случайно. Для турнира такого уровня в городе есть все условия. Откровенно говоря, самая главная проблема всегда при проведении соревнований – это спортсооружение. Где провести, где без ограничений, чтобы была вода в день приезда, в день соревнований спокойно можно было размяться, без всяких ограничений. Бийск предоставляет эту возможность, спорткомплекс «Заря». Поэтому мы с удовольствием здесь принимаем участие. Тренерский штаб сборный, куда я вхожу, всегда рад организовывать в вашем городе соревнования. Еще одна причина, по которой Бийск уже второй год выбирает площадкой для водных состязаний регионального статуса – спортсмены, чьи имена известны далеко за пределами города. Бийчане всегда в числе первых – на российских соревнованиях и международной арене. Роман Жданов, Алексей Ганюк, Егор Евросинин. Не так давно команда «Бийских пловцов» вернулась с этапа Кубка мира в австралийском Мельбруне и успешно выдержала прохождение спортивной квалификации. Впереди чемпионат России, Европы и пара Олимпийских игр в Париже. Но именно городские старты стали путевкой в будущее. «Второй раз мы проводим эти соревнования, и для нас это тоже имеет значение, потому что достаточно долго мы к этому шли, постоянно просили провести какие-то соревнования у нас в городе, потому что бассейн оборудован для этого очень хорошо. И в этом году уже даже так невооруженным взглядом видно, что участников больше, уже и организация намного более на высоком уровне. Мы учли ошибки в предыдущих стартах, и я рассчитываю, что в следующем году будет еще больше участников». Уже в первый день соревнований на большой воде разворачивается настоящая борьба. Каждая доля секунды решающая. И на вес золота. А за техникой и скоростью, как всегда, на суше следят судьи. Конкуренция серьезная. Порядка 80 участников из семи регионов округа. Вода для них – площадка, где можно заявить о себе и продемонстрировать максимум своих возможностей. Довольна и удивлена, потому что я первая, я думала, я вторая, но я не видела эту девочку. Чемпионат округа – главный старт сезона. Два дня состязания определяют лучших пловцов Сибири. А дальше – высокие старты. Чемпионат России. Кристина Чернова, Андрей Сегаев. День с толком. Выставка, посвященная Году семьи в России, открылась сегодня в Государственном архиве края. Важность сохранения традиционных ценностей представлена с помощью редких архивных документов 18-20 столетий. Самые основы, вот самое первое восприятие мира таких категорий, как добро, зло, любовь к родине – это все идет в семье, закладывается в семье. И хотелось через представленные письма посмотреть, как это происходило, какие были взаимоотношения между родителями, что служило, каким образом передавались вот эти культурные ценности. Кроме писем на выставке представлены законодательные материалы, например, Священного Синода, метрические книги и книги ЗАГСа. Всего в фонде краевого архива хранится 6,5 тысяч метрических изданий. Из книги Петропавловского собора, который располагался на месте современной площади свободы, можно узнать, сколько раз ждалось детей на рубеже 18-19 столетий. Во втором разделе выставки можно ознакомиться с семейными письмами времен Великой Отечественной войны. Среди авторов известные люди, например, исследователь Виктор Верещагин, писатель Иван Шумилов, художник Дмитрий Суслов, а также рядовые барнаульцы. По мнению организаторов, через письма легко узнать, какие понятия царили в семье и обществе в целом. Письмо жителя села Малахова, Косихинского района своим родителям и сестре, адресованное Григория Веснина. Он пишет, ты мне пишешь, сестра, что вам тяжело в колхозе. Ну как же, а думаешь, нам здесь легко на фронте? Нам тоже тяжело. Ну вы держитесь. Вот мы победим немцев и вернемся с победой. Тогда у нас жизнь и наладится. Выставка «Все» начинается с семьи, будет работать до июля. Попасть на нее можно только по предварительной записи. Номер телефона указан на экране. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Но я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok